Главный вор в законе выходит на свободу. Самый влиятельный вор в законе Терриел Аняйна, Таро, уже на следующей неделе выйдет на свободу. Ему был сокращен срок наказания. В СИН попыталась сразу установить законнику трехлетний административный надзор. Однако суд отказал, поскольку Аняня подлежит депортации из России. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе номер один. В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Терриел Аняня виновным в похищении человека и вымогательстве. Он получил 10 лет тюрьмы. С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года. Однако оказалось, что еще в 2017 году вору в законе удалось через суд добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев. Новая дата его освобождения в документах в СИН значится 9 апреля 2019 года. То есть, уже через неделю самый влиятельный вор в законе покинет стены колонии. В преддверии этого события в СИН обратилась в суд с требованием после освобождения ввести в отношении Таро административный надзор. В частности, обязать они не два раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства, а также запретить ему пребывать вне дома с 22 часа до 6 часов. Необходимость таких мер вовсе наобъясняли тем, что вор в законе во время отбытия срока допустил 253 нарушения установленного порядка, за что его дважды помещали в карцер, а 8 раз – в ШИЗА, ПКТ и ЕПК. Поощрение не имеет. С 21 октября 2014 года состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, а также как лицо, оказывающее негативное влияние на других осужденных. За нарушение установленного порядка отбывания наказания неоднократно признавался злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В настоящее время содержится в строгих условиях отбывания наказания. Общественно полезной деятельностью не занимается, связь с родственниками поддерживает нерегулярно. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый, поддерживает криминальную субкультуру, говорилось в материалах ФСИН, поступивших в суд. Однако служители Фемиды отказали в применении коня неадминистративного надзора. Сделали они это по следующей причине. В июле 2018 года заместитель министра юстиции РФ издал распоряжение, по которому они являются лицом, чье пребывание в России признано нежелательным. Сразу после освобождения он подлежит депортации. Следовательно, в РФ законник точно не останется, поэтому нет никакого смысла применять к нему административный надзор. Ани-Ани уже давно объявлен в розыск Испании за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Ему грозит перекочевать из российской тюрьмы в испанскую. Однако источники разбалта, знакомые с ситуацией, полагают, что скорее его депортируют в Грузию. В этом случае у Таро есть хорошие шансы остаться на свободе и обосноваться в какой-нибудь относительно безопасной для себя стране. Вероятно, ей станет Турция. Можно не сомневаться, что сложа руки Ани-Ани сидеть не будет. Уже известно, что в его планы входит организовать самую масштабную сходку криминальных генералов, наподобие той, что провел Шакра в Армении в 2015 году, и расставить точки над и во многих вопросах в воровском мире. С освобождением Аня не обострится ситуация и вокруг места вора в законе номер один. Таковым до недавнего времени был Захарий Калашов, Шакра молодой. Когда стало понятно, что он надолго отправляется в колонию, хранителем главного воровского общака, который по совместительству является боссом всех боссов, избрали Олега Шишканова, Шишкан. Однако он на этом месте никакой активности не проявляет. Шакры отправили отбывать срок в родной ему Краснодарский край, что означает, что он будет иметь возможности влиять на процессы в криминальном мире и может вернуть статус вора в законе номер один. Однако Терриел Аня не выглядит самым главным претендентом на трон.